МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охотники за мозгами. ФМС Российской Федерации вывозит по специальной программе из Таджикистана наиболее квалифицированных специалистов. Только за прошлый год 13,5 тысяч. Боевики ИГИЛ устроили резню в городе Дейр-Эс-Зур на востоке Сирии. Почти 400 женщин и детей убиты и столько же угнаны в рабство. На севере Сирии российская авиация опять разбомбила жилые кварталы. В Крыгыском Нарыне популяция волков превысила 600 особей. Хищники режут скот и уже нападают на людей. Самая масштабная за последние десятилетия охота на волков в нашем специальном репортаже. Сам лично за год порядка 15 волков застрелил. Стоимость нефти марки Брент в начале недели опускалась до 27,7 долларов за баррель. Это произошло на фоне отмены западных санкций против Ирана. Соответственно, цена на российские сорта нефти марки Юрлс упала фактически до 26 долларов за баррель. Такой низкой цена на нефть последний раз была в конце 90-х годов. Падение цены на нефть спровоцировало обвал на московской валютной бирже. Курс доллара уже превысил 79 рублей и неумолимо движется к отметке 80. Курс евро достиг почти 87 рублей. Таким образом, курс рубля вплотную приблизился к прошлогоднему критическому минимуму. Российские финансовые власти практически не комментируют ситуацию, а граждане России считают, что рубль падает по политическим причинам. Ну, ни к чему хорошему однозначно это не приведет. Я думаю, что политика, собственно, ситуация политическая как-то сказывается, конечно, и на нашей валюте. Ну, во-первых, это все с политической стороны нужно смотреть. А также по поводу нефти тоже нужно этот вопрос рассматривать. Мы как бы простые люди, в этом не все разбираются, но это все как бы политика, могу вам сказать одно. А всю жизнь у нас и падение, и подъемы. Ну и что? Будем жить и дальше. Тем временем в Иране отмена многолетних западных санкций вызвала всеобщее ликование. Президент Ирана Хасан Рухани выступил со специальным обращением к нации, в котором заявил, что это событие открывает новую золотую страницу в истории страны. А аналитики сходятся во мнении, что теперь Иран будет стремиться продать максимальное количество нефти по любой цене, предлагаемой рынком. И ситуация низких мировых цен на нефть будет сохраняться еще очень долго. Вслед за рублем вниз катится и казахстанский тенге. Он теряет по 10 тенге в день, и перспектива стоимости доллара 400 тенге за единицу американской валюты, по мнению экспертов, дело нескольких недель. А может быть и дней. Падение курса казахстанской национальной валюты, так же, как и в России, неизбежно сопровождается скачками цен на продукты и товары первой необходимости, которые Казахстан в основном закупает за рубежом. Подобная ситуация складывается и в других республиках Центральной Азии, и даже в тех, где свободная продажа иностранной валюты запрещена. В Таджикистане, где недавно запретили торговать валютой в обменниках и стали регулировать курс доллара административными методами, почти на 30% выросли цены на основные продукты питания. Это в первую очередь мука, масло, сахар и соль. По некоторым позициям цены выросли до 40%. Жители страны опасаются, что уже в ближайшее время самые необходимые продукты станут недоступными, а предприниматели напрямую связывают рост цен с повышением курса доллара. Цена муки повышается потому, что товар проходит как минимум через три руки посредников. По таким ценам никто не сможет прожить. Сегодня я могу что-то купить, завтра нет. Мне 75 лет. Обещали повысить пенсии, но не сделали. Я купила сахар. Сейчас цена сахара 6,5 или даже 7 самани. А неделю назад сахар стоил 5,5 самани. Наш народ в основном употребляет муку, сахар и масло. Если цена на эти товары дешевая, никаких проблем не будет. Но если они так дорожают, мы все, конечно, недовольны. К примеру, мы покупаем иранское мясо за доллары. Им наши самани не нужны. Раньше мы покупали у них мясо за 24 самани и продавали за 26-27 самани. Теперь оно стоит 31 самани. И мы уже не покупаем у них мясо. Экономический кризис становится причиной миграции из Центральной Азии и ее коренных жителей. Уезжают квалифицированные специалисты, в которых заинтересована также и Россия. В частности, в Таджикистане филиал Федеральной Миграционной Службы Российской Федерации выдает разрешительные документы на переселение наиболее образованным и работоспособным жителям республики. Наш корреспондент Анушер Вонарипов продолжит тему. Мне понравилась больше всего Липецкая область. Почему? Потому что по моей профессии там больше всего работают. Мухаммад Озот Сидиков недавно получил свидетельство на переселение в Россию вместе с семьей. Несмотря на то, что молодой человек довольно успешен, в свои 30 лет он возглавляет рекламный отдел крупной компании. А его мать и сестра тоже неплохо зарабатывают. Они решили покинуть родину вместе. В благополучной таджикской семье считают, что в России их ждет лучшее будущее и большие возможности. Но переселяться будут еще не скоро, через два года. А все это время собираются копить деньги, чтобы хватило, пока все будут искать работу там. Ну, во-первых, нужно будет собрать капитал, потому что мы едем на свои средства. Не знаю, почему-то идея с подъемными мне не понравилась. И, ну, не знаю, может просто не доверяю. Лучше перестраховаться и поехать на свои средства. И, как его, ну, надеяться на себя. Только за прошлый год по программе содействия соотечественникам свидетельство на переселение в Россию получили около 1200 семей. И с каждым годом количество желающих переехать в другую страну на постоянное место жительства растет. В представительстве ФМС в Таджикистане признаются, программы интересуются так много людей, что им не хватает рук на всех. Запись в очередь на собеседование и консультации идет уже на июнь. На консультации, на собеседование обратилось именно по программе 26,5 тысяч человек. Вот, начиная с 2013 года и закрывая прошлый год. То только за прошлый год 13,5 тысяч. Чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать определенным параметрам, то есть являться соотечественником. Заявку подать могут бывшие граждане Советского Союза, также необходимо знать русский язык и иметь какое-то отношение к культуре России. Но самое главное, иметь хорошее образование и опыт работы. Каждая региональная программа в своих условиях, практически все, имеют одно из требований, это наличие специального образования. То есть, либо высшего, либо среднего, но специального образования. То есть, не просто среднее образование, чтобы это был квалифицированный специалист. Медики, преподаватели, спортсмены, специалисты в технических областях, частные предприниматели уезжают в Россию, несмотря на кризис и санкции. Уезжают даже специалисты, имеющие успех и неплохой заработок. Эксперты считают, что это в первую очередь связано с экономической ситуацией в стране, высоким уровнем коррупции и низкой социальной защищенностью. Люди просто не видят здесь будущего для себя и своих детей. Вызывает большое сожаление, что молодое поколение и люди среднего возраста, имеющие ученые степень, интеллектуальный потенциал, тоже выезжают. И это уже серьезно. И заставляет нас задуматься над тем, насколько эта страна имеет будущее и перспективу. По мнению специалистов, такая утечка мозгов может привести к печальным последствиям, таким как падение уровня медицинских услуг, образования, ухудшение экономической ситуации. А чтобы улучшить сегодняшнее положение, нужно сделать слишком многое. Страна пока на это не способна, уверены эксперты. Между тем, количество желающих выехать в Россию продолжает расти. Число получивших российское гражданство таджикистанцев за последние 20 лет по разным источникам варьируется от 200 до 500 тысяч, что для 8-миллионной страны немало. Анушервон Арипов, Насимисамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Боевики ИГИЛ устроили резню в городе Дейр-Эс-Зур на востоке Сирии. Почти 400 женщин и детей убиты и столько же угнаны в рабство. На севере Сирии российская авиация опять разбомбила жилые кварталы. В Крыгыском Нарыне популяция волков превысила 600 особей. Хищники режут скот и уже нападают на людей. Самая масштабная за последние десятилетия охота на волков в нашем специальном репортаже. Сам лично за год порядка 15 волков застрелил. Артиллерия так называемого исламского государства нанесла удар по турецкому городу Килис, который расположен на границе Сирии и Турции. Обстрел целенаправленно велся по одной из школ города. В сторону Килиса было выпущено три снаряда. Два из них упали в поле рядом со школой, а третий снаряд все-таки попал на ее территорию. В результате погибла одна из сотрудников школы, еще одна ученица была госпитализирована с ранениями. Системы слежения показали, что обстрел велся из районов, контролируемых исламистами. Напомним, что после недавнего теракта в Стамбуле турецкий премьер-министр Ахмедову Таглу обещал обрушить всю мощь турецкой военной авиации на ИГИЛ, если нападения не прекратятся. Турция обладает самой мощной авиационной группировкой в регионе. Если они еще раз попытаются устроить теракты против наших граждан или против гостей нашей страны, они должны знать, что мы будем мстить. Сейчас мы продолжаем их наказывать, атакуя их с земли при помощи артиллерии. Но если будет необходимость, мы нанесем уничтожающие удары с воздуха. Тем временем боевики ИГИЛ устроили настоящую бойню в пригородах сирийского города Дайразор. Жертвами зверств стали по разным оценкам от 250 до 350 человек. В основном это члены семей военнослужащих сирийской правительственной армии. 400 человек были угнаны в рабство. Вы видите кадры, которые распространяют мировые телеканалы со ссылкой на пропагандистские структуры ИГИЛ. Боевики, ворвавшись в городские кварталы, расстреливают всех, кто попадается им на пути. 200-тысячный город Дайразор является стратегическим пунктом, который разделяет сирийскую и иракскую части так называемого исламского государства пополам. И вот уже почти год подразделения сирийской армии обороняют его практически в полном окружении. Почти ежедневно исламисты совершают атаки с целью овладеть городом, и на этот раз им удалось ворваться в пригороды. И хотя они были выбиты оттуда, последствия этой атаки были ужасающими. Своё нападение исламисты осуществили ровно в тот момент, когда российское военное командование объявило о создании воздушного моста по доставке в Дайразор гуманитарной помощи. Голодающему городу было сброшено порядка 22 тонн продовольствия. Сейчас неизвестно, какая часть этих грузов досталась жителям города. Возможно, боевикам удалось захватить российскую гуманитарную помощь. Основная помощь направляется в город Дайразор, который на протяжении длительного времени находится в осаде террористов ИГИЛ. Сегодня именно военно-транспортными самолетами Ил-76 ВВС Сирии с использованием российских парашютных платформ в Дайразор доставлено 22 тонны гуманитарных грузов. Их распределение будет осуществлено местными властями. Тем временем пропагандистские структуры ИГИЛ распространяют в виде последствий российских авиаударов по сирийской столице террористического халифата городу Рака. Акцент делается на жертвах среди гражданского населения. В частности, сообщается, что во время последней бомбежки погибло несколько детей. А это кадры северо-запада Сирии, которые распространяет агентство Reuters. На них последствия российского авиаудара по позициям так называемых умеренных сирийских повстанцев в Старом Алеппо. Как сообщают сирийские правозащитники, в результате бомбежки погибло более 10 гражданских лиц и было ранено большое количество детей. Между тем, военное командование Соединенных Штатов сегодня распространило кадры авиаудара двумя 900-килограммовыми бомбами по банку ИГИЛ в иракском городе Масул. Как сообщала СНН, американцы долго сомневались, наносить ли этот удар из-за возможных жертв среди мирного населения. В конце концов, удар был нанесен, несмотря на жертвы. Как сообщается, от мощнейших взрывов погибло как минимум 50 гражданских лиц. Основной банк, из которого велось финансирование террористической деятельности ИГИЛ, был уничтожен. А заодно стерты с лица земли несколько близлежащих кварталов. Вот видеопоследствия этого авиаудара. В Европе сегодня отмечают так называемый День солидарности с мигрантами. Наш корреспондент Гулясаль Камолова выясняла у парижан, как на самом деле они относятся к беженцам с востока. Бедные люди. Если бы я была на их месте, я бы тоже пыталась убежать от войны и нищеты. Они несчастные люди, их нечего бояться. Нападение в Кёльне – дело рук меньшинства. И непонятно еще толком, беженцы это устроили или нет. Мне больно за них. Снова всех мусульман будут мазать одной краской из-за каких-то отдельных мерзавцев, у которых нет ни культуры, ни человечности. Не все мусульмане – преступники. Нужно хорошенько поработать над интеграцией мигрантов и первого, и второго, и третьего поколения во французское общество, чтобы у всех были по-настоящему равные возможности. В Восточной Европе, в частности в Чехии, разворачивается настоящая антиисламская кампания, которую поддерживают высшие государственные чиновники. Президент страны Милош Демон сделал очередное ксенофобское заявление в адрес мусульман. Опыт стран Западной Европы, в которых существуют районы компактного проживания, указывает на то, что интегрировать мусульман практически невозможно. В их странах у них своя культура. Не стоит ее принимать в Европе, иначе все закончится, как в Кельне. В Кыргызстане резко увеличилась популяция волков. Хищники нападают на домашний скот и даже на людей. Игиря заявляют, что они насчитали в окрестностях города Нарын уже свыше 600 волков. Власти области предпринимают беспрецедентные меры в борьбе с хищниками. Всем охотникам обещано вознаграждение за каждого убитого волка. Специальный репортаж нашего корреспондента Адилета Биктурсунова – самый масштабный за последние десятилетия охоты на волков в Кыргызстане. Вот они, следы. Свежие. Следы серых хищников теперь в горах не редкость. Волки заполонили леса и пастбище в радиусе сотни километров. Значит, мы правильно сели. Пока с одной стороны холма загонщики гонят зверя, с другого края охотники устроили засаду. В стране началась охота на серых хищников. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы-карфоты. Кровь на снегу и пятна красные плашков. В Адбашинском отделе охотничьего надзора шкуры отстрельных животных. За прошлый год убиты свыше 30 хищников. Этих волков мы отстрелили весной. Сам лично за год порядка 15 волков застрелил. Камбарбек Артакуров – охотник с 40-летним стажем. Говорит, каждый чабан стал вынужден брать в руки ружье. Волки стали серьезной угрозой для хозяйства. Каждая крупная лошадь стоит от 50 тысяч сомов. 20 лошадей – уже миллион сомов. Огромный ущерб для чабана. Государство с недавних времен начало поощрять отстрел. В этом году за каждого убитого волка власти дают свыше 60 долларов. Цены за убитого волка увеличили. За одного волка дают 5 тысяч сомов. Еще 5 тысяч сомов в качестве премии выдает сельский совет. За каждого убитого волка. Волков в этих местах всегда было много. В горном холодном нарыне основной промысел – животноводство. Раньше, если волков отстреливали с воздуха, то сегодня арендовать вертолет – это роскошь. Фермеров буквально спасают местные охотники. На Рынской области созданы 6 охотничьих групп. Им помогают местные жители и чабаны. Они лучше знают края и тропы, по которым часто спускаются волки. На охоту жители села Акджар выдвигаются задолго до рассвета, заряженными ружьями и с надеждой вернуться с трофеем. Я с камчо и иду на волка. У нас на поселок всего 2 или 3 ружья. Если повезет – подстрелим. А так хотя бы попугаем. Завтра придут еще 2 охотника с хорошими ружьями. Они вам помогут. Вы, главное, гоните волка вниз. Они их там встретят. Охотники предупреждают. У хищника отлично развиты все органы чувств. Без белого камуфляжа можно спугнуть волка. Будем надеяться, что не заметят. На охоту выдвигаются на лошадях. Пешком по заснеженным горам идти невозможно. Даст Бог поймаем. В горах слишком много волков. Убить волка здесь считается делом благородным. Если удастся пристрелить даже одного хищника, уже неплохо. О Дамате Джумалиеве в Джумгале слагают целые легенды. Два года назад ему удалось поймать живого волка. 60-килограммовый зверь попался в ловушку. Поймал в местности Дунгарома. Попался в петлю. У нас в Джумгале 2-3 поселка сейчас страдают от волков. Глава охотничьего хозяйства Дума Джумалиев подсчитывает нанесенный хищником ущерб. Две лошади за неделю – 2000 долларов в воздух. Это еще не считая загрызненных овец и коз. Когда надеяться не на кого, приходится воевать самому. Четыре часа утра. Мы идем в горы. Жители Чаека на войну с волками вышли на внедорожники. Ночью звонил Чабан. Сказал, что волки ушли вверх по ущелью. Там они легли спать. Хищники в пастбище загрызли лошадь. На волшью тропу отправились даже те, кто раньше не держал в руках оружие. Сейчас в стволе нет пули. Когда будешь стрелять, дергаешь затвор и готово. Оружие стоит на предохранителе. Вот ружье. Сначала стреляй эти два патрона. Вот еще два. На всякий случай. Тут же ягеря определяют тактику предстоящей охоты. Волки спускаются обычно с востока. Нужно с трех сторон гнать. Другая группа должна их подождать из ущелья. У подступа к лесу группа разбивается. Загонщики уходят к холмам, выгонят зверей в ущелье, где их будут поджидать стрелки. Здесь как минимум девять волков есть. Здесь мы их и встретим. Нет вероятности, что волк пойдет именно по этой тропе. Неизвестно, где он был ночью. Неутомимые странники на одном месте подолгу не засиживаются. И здесь как повезет. Значит, мы правильно сели. Правильно сели. Охота в горах, как военная операция. Все начинается с разведки. Мороз в минус 20. Ни почем. В суровых условиях волка порой приходится выжидать часами. Выследить зверя сложно. Акрас шерсти сливается с окружающей средой. Немного погодя, вниз спускается группа загонщиков. Загонщики уже начали гнать. Волка нет. Сегодня неудачный день. Волка не постричали. В горах лишь одиноко бродячие лисы. Ну, теперь волков здесь не будет, как минимум, 2-3 дня. От волчьих лудков погибла еще одна скотина. Пока ловили зверя в лесу, ночью стоя напала на соседние пастбища. Вечером волки ушли в обход. Теперь они в лесу. Ближе к обеду в горах немного потеплело. Но охоту решено остановить. Волки уже далеко ушли в лес. Расстроенные охотники возвращаются без трофеев. Но война людей против волков здесь еще не закончилась. Атилет Биктурсунов. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте carintime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова